Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Меня зовут Александра, мне 30 лет, у меня чудесный сын, ему 6 лет, гражданский муж, которому 35 лет. У меня есть заработок нестабильный, но есть, есть нормальные от государства, от мечты не страдают. Мужчина говорит, что я часто недовольный, чем то, что я сыплю негативом, не такая радостная и веселая, как раньше. Ему не хватает той легкости моей и веселости, при этом были ситуации, когда он вел себя неприятно и мерзко, мы чуть не расходились и не расходились несколько раз. Но остались вместе, так как любим друг друга. Мы уже живем почти 3 года, в квартире проживает мой двоюродный брат, у него психическое заболевание, таким человеком тяжело жить, сейчас по минимуму общаемся, но были острые ситуации и очень стрессовые для меня. Разъехаться долго не получается, это меня тоже напрягает. Вопрос в том, почему у меня такое подавленное состояние, как мне из него выйти? Мужчина не особо меня поддерживает тоже. Я ему пыталась донести все это, но он не слышит, как будто. Мне не нравится быть жертвой, я не люблю, когда меня жалеют, но не могу до сих пор разобраться, в чем проблема моего состояния. Помогите, пожалуйста. Так, Александра, здесь все несколько запутанно у вас, на мой взгляд. Значит, давайте попорядку. Вы пишите, меня зовут Александра. Притом же, что у вас, как бы, ну, имя Александра. Как бы, вот, что-то немного странно. Вы представляетесь, при том, что свой вопрос задаете неанонимно. Зачем? Далее. Мне 30 лет, у меня, честно, сегодня ему 6 лет, гражданский муж, которому 35 лет. Вот, а, а, такое внимание возрасту, вашему возрасту сына, возрасту мужа, с чем связано? Нет, понятно, что это важно, сколько вам лет. Но, почему вы на первом месте, на первое место ставите свой возраст? Вопрос. Дальше. Почему муж гражданский? По факту сожитель. Вот, понимаете, гражданских мужей не существует. Существует только один муж, всегда официальный. А так мы моим делом сожителем. То есть вы сожительствуете с человеком. При том, что я так понял, ребенок ваш не от сожителя, а от кого-то другого, получается. То есть у вас есть опыт неудачных отношений с мужчинами. Далее вы пишите про заработок внезапно. У меня заработок нестабильный, но есть надбавки от государства, от нищеты не страдают. К чему вы это написали? Как это относится к вашей проблематике? Если вы в контексте подавленности, то никак подавленность не зависит от того, имеются ли у вас деньги или нет. Мужчина говорит, что я часто недовольный чем-то, что я сыплю негатива, мне такая радостная и веселая. Как раньше. Ему не хватает той легкости, моей веселости, при этом были ситуации, когда он вел себя неприятно и мерзко, мы чуть не расходились несколько раз. Вы знаете, вот в этой части я бы хотел обратить ваше внимание на то, что вы говорите про мужчину, что он недоволен. Что вы там не такая веселая, а радостная. Но вы же сами говорите, что было несколько ситуаций, где он вел себя мерзко и неприятно. Я так понимаю, что примерно с этих моментов вы перестали быть такой радостной и веселой. То есть, чтобы определить причину вашей подавленности, нужно как минимум проанализировать историю вашей жизни и посмотреть хотя бы с чего это состояние началось. Когда оно началось? Когда оно началось? Да, оно начинается не сплошняком, оно начинается постепенно, оно начинается попеременно, как переменный ток, как правило. Но, тем не менее, хотелось бы плюс-минус увидеть соотношение вашего состояния с тем жизненным опытом, который вы получили. Потому что это состояние – это реакция на этот самый опыт. Дальше. Вы говорите, что были ситуации, когда он вел себя мерзко и неприятно. Возможно. Но вы говорите, что мы чуть не расходились. Мы не расходились, Александра. Вел себя неприятно он, а не расходились вы оба. Получается, что и вы себя как-то вели не обязательно мерзко и неприятно, но как-то вы себя вели. Обратите внимание, вы говорите о конфликте, но в конфликте вы упоминаете только него. Вы не говорите о себе, как вы себя вели. Вы говорите, что вы остались вместе. Каким образом? Если это осознанное решение, но у вас были такие ситуации, то вам необходима семейная психотерапия, потому что подобные ссоры влияют не только на вас, но и на ребенка. Если вы остались неосознанными, возникает вопрос – зачем? Вы говорите, что вы любите друг друга? Да. Но при этом мужчина ведет себя мерзко и неприятно. То есть есть что-то, что вы в нем не принимаете. А любовь-то она безусловна. Если вы чувствуете, что вы что-то в мужчине не принимаете, то это уже не безусловная любовь. И соответственно отношение необходимо выстраивать с поправкой на данный аспект. Это не любовь. Вы можете жить вместе, вам не обязательно разводиться, но это не любовь. Здесь как бы не нужны иллюзии. Кроме того, у мерзкого и неприятного поведения есть причины. Вы об этих причинах ничего не говорите. Вы пишите, что мы живем три года. Хорошо. Вы живете три года. Как так вышло, что вы до сих пор не женились? Почему вы сожительствуете? Далее. В квартире проживает мой двоюродный брат еще. У него психическое заболевание. Какое? Есть ли диагноз? Проходит ли брат лечение? Таким человеком тяжело жить, естественно. Но такому человеку не нужно жить дома. Такому человеку, если у него психическое заболевание, необходимо лечать в больнице. Вот. Если он буйный, опасный для здоровья. Если нет, то соответственно, я думаю, что неприятных стрессовых ситуаций не произошло бы. Так, сейчас мы по минимуму общаемся, но были острые ситуации, очень стрессовые для меня. Это еще одна причина, по которой вы можете находиться в подавленном состоянии. Но повторюсь, с братом больше вопросов, чем ответов. Потому что если у брата есть диагноз, и диагноз серьезный, то ему нужно лежать в больнице. Если он не буйный, если он не опасный для себя и для окружающих, таких ситуаций бы не произошло. Противоречия? Противоречия. Ну или, может быть, я чего-то не знаю. В любом случае, это нужно прояснить. Понимаете, да? То есть так получается, что вы говорите, мне не нравится быть жертвой. Да, но позиции у вас своей нет. Продвижения ваших интересов, своих собственных интересов у вас нет. Понимаете? Как бы, везде брат, сожитель, но не вы. Вот смотрите, вы пишете, были острые ситуации и стрессовые для меня. За счет чего? Каким образом? Как? Непонятно. Развлекаться долго не получается, мне это очень напрягает. А что вы сделали для того, чтобы развлекаться, Александра? Ну то есть, вот конкретно вы-то что сделали? Бля, понятно, он болен психически, как бы к нему какие претензии могут быть. Он не дееспособен, скорее всего. Но вы-то что сделали для этого? Когда вы говорите, что долго не получается, это ни о чем не говорит. Дальше, вопрос в том, почему меня так вот, ну вот из-за всех этих вещей. А этого мало? Чтобы у вас было подавленное состояние, вы считаете, этого мало? Когда вы на своей жилплощади себя не чувствуете, получается, хозяйкой, не чувствуете себя спокойно, не чувствуете себя в безопасности. Этого мало? Мужчина не особо поддержит меня тоже. Я думаю, что это связано с тем, что мужчины отражают вам ваше собственное пренебрежение от собой и своими чувствами. Я ему пытался донести все это. А что именно вы пытались донести все это и как? Он не слышит как будто, а зачем, какой ему мотив вас слышите? Если вы нормально как бы сожительствуете, зачем ему вас слышат? Ну вот, общейте себе честно на вопрос, какая ему мотивация вас слышать? Мне не нравится быть жесткой новой жертвой, потому что не берете на себя личную ответственность. Я не люблю, когда меня жалеют. А вот это очень похоже на блокировку любви к себе. Не могу до сих пор разобраться, в чем проблема моего состояния. А какая связь, Александра? Какая связь того, что вы не можете разобраться, в чем проблема вашего состояния и того, что вам не нравится быть жертвой и вы не любите, когда вас жалеют? Поясните, пожалуйста, как это связано? Потому что я лично смысловой связи в этом не вижу. Если как бы кто-то видит, то здорово, но я не вижу. Мне не нравится быть жертвой, я не люблю, когда меня жалеют. Я не могу до сих пор разобраться с проблемами моего состояния. Как это связано? На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего доброго и удачи!